175 единиц техники и около 1000 человек продолжают бороться с огнем в лесах. Среди них и военные, и сотрудники Росгвардии, МЧС и добровольцы. Сейчас удалось существенно сократить площадь активного горения и преломить ситуацию. На месте событий работают наши съемочные группы. Я подошел вас поприветствовать, доложить вам, что работа у нас идет полным ходом. Нам помогает дивизия наша ракетная активно, помогают наши соседи по Кировской области. Сегодня в электронных СМИ опубликовал свое предложение глава республики Чувашия, готовы нам помогать. Но мы с вами достойно справляемся. У нас осталось три очага, где ночью еще мы фиксировали открытый огонь. Работают четыре вертолета. Один, правда, сегодня на выполнение работ по техническому регламенту в авиации. Это очень строго. Но к вечеру он к нам вернется, и мы работаем до победы. Главное, что я вам должен сказать, на что мы с вами точно энергично должны направить усилия, это то, что пожар мы должны победить до первого сентября. Здесь не обсуждается. У нас с вами 31 августа. Открытые линейки в очном режиме. Дети пойдут в школу, и никакой задемленности у нас в республике быть не должно. Глава республики уже традиционно приветствует добровольцев, приехавших на подмогу пожарным. Многие из них здесь уже не в первый раз, поэтому действуют слаженно. Случайных, неподготовленных людей здесь тоже не осталось. Сегодня площадь активного горения существенно сократилась до 24 гектаров. Поэтому отряды добровольцев забрасывают вглубь леса. Теперь их основная задача – окарауливание территории. Но помощь волонтеров – это не только работа на передовой. Например, в первые же дни пожара откликнулись владельцы вездеходов и квадроциклов, водители автомобилей с прицепами. Они оперативно доставляют провизию и инвентарь группам спасателей, могут патрулировать территорию. Женские руки тоже всегда нужны в штабе. Вот, например, один из предпринимателей города прислал готовые обеды. Их нужно принять, пересчитать, распределить по группам, накормить и спасателей добровольцев. Главный распределительный пункт находится на повороте на Чернушку. Сотрудники Министерства природы и волонтеры дежурят здесь круглосуточно. С этой точки начинается хозяйственное обеспечение всего пожара. Сюда приезжает питание, горячее. Здесь готовят такие пайки. Далее это все распространяется на точки. Здесь мы собираем волонтеров, отправляем их по заданиям, которые другие штабы, которые есть, выставляют и дают им задания. По мере необходимости людей нам поступают заявки. И мы здесь формируем людей из тех, кто есть уже волонтеров. Смотрим их обмунирование, в чем они есть. И сразу отправляем туда, куда требуется помощь. Работа здесь не прекращается ни на минуту. Ночью формируются коробки для утренних смен добровольцев. Утром – для дневных. Например, сегодня за пару часов девушки собрали 250 коробок. Дальше они отправляются по всем очагам возгораний, где работают спасатели. На шап, сосновый бор, на чуркан. Мы собираем коробку на 5 человек, чтобы у нас изначально было уже готово, люди не ждали, все было собрано. То есть что у нас входит в собранное? То есть это марли и тряпки, ветошь. Люди, чтобы закрывали помимо еще респираторов, то есть мочили эти тряпки, намного легче дышать. Также сами респираторы. Обязательно в каждой коробке у нас есть мусорный мешок, потому что все, что пластик, люди все складывали, они выкидывали где-то в лесу. Обязательно, значит, у нас молоко очень хорошо идет, какие-то вкусные, там люди пирожки привозят. На человека всегда идет банка, это или каша, или просто тушенка, или каша тоже с мясом. Аптечка, в аптечку входит обязательно хлоргексидин, различные капли для глаз, увлажняющие, потому что невозможно глаза дерет, значит, йод, какие-то обезболивающие. Обязательно сладкое, конечно же, потому что тратится много энергии, глюкоза помогает. И если на начальных этапах там всем сначала раздавали только воду, сейчас мы просим, нам привозят сладкую воду, потому что очень хочется сладкого. Обязательно, конечно, хлеб, перчатки, одноразовая посуда, ну, там какие-то, может быть, что-то еще есть, вкусняшки. То есть вот это вот на пять человек мы собираем каждую коробку, девочки у нас вот этим занимаются. Во всей этой печальной истории с пожаром есть один несомненный плюс. Мы все показали себя как единое, сплоченное гражданское общество. Никто не остался в стороне, не остался равнодушен. Желающих помочь даже больше, чем нужно. Единым фронтом против огня борются и добровольцы, и военные, и Росгвардия, и сотрудники МЧС. Тяжелая военная техника, вертолеты, на помощь пришли спасатели из Кирова. И уже сейчас можно сказать, что ситуацию удалось переломить. Из восьми чагов возгорания осталось три. И уже пора задумываться, что же дальше, ведь Морийский лес нужно восстанавливать. Готов вам доложить, что мы с сентября 2019 года участвуем в работе по восстановлению и развитию лесов. Наш университет, технологический университет, кто-то из здесь присутствующих его окончил. В этом году Минвузом назначен ведущим вузом среди технических вузов по развитию лесного дела. И мы буквально на следующей неделе начинаем работу по лесовосстановлению, повторяясь, на базе нашего лесотехнического института, потому что у них есть семь кафедр, которые профессионально этим занимаются. Они сами производят семена, они занимаются саженцами, потом мы эти саженцы перевозим на площадки, пострадавшие в частности от пожаров и так далее. Ну а о полной победе над огнем думать пока рано. Работы хватает. Конечно, главные герои это профессиональные спасатели, рядовые пожарные, которые сутками борются с огнем, отстаивая каждую пять Марийского леса. Но, к сожалению, нашу съемочную группу, как и любого добровольца, невозможно отправить в самый очаг возгорания. Поэтому нам остается только представить, что там происходит и каково им сейчас, и поддержать наших спасателей полной благодарности. Спасибо.